В залах художественного музея открылась выставка, приуроченная к празднованию Дня Победы. Московская галерея «Союз творчества» привезла в Иваново ряд уникальных картин, созданных в перерывах между боями. Многие работы экспонируются впервые. Эту коллекцию мы собирали на протяжении 25 лет. Она так у нас складывалась, с частями, да, потому что мы были дружны со многими художниками, они еще живы были. Именно это наши друзья или даже вдовы, художники которых не было, передали нам в наследство эти работы. В каждой работе на выставке целая судьба человека. Все картины, представленные в залах музея, созданы участниками Отечественной войны, людьми, которые не понаслышке знали обо всех ужасах кровопролитных боев. Одним из таких художников был летчик Николай Иванович Пильщиков. Он одновременно закончил и пилотную школу, одновременно в Академию, прямо вот отпросился даже за несколько дней до окончания Академии художеств. И он летал, его сняли с полетов, и вот он писал своих друзей, например, если кого-то сбивали, вот он делал портреты, и даже вот выходили в осажденном Ленинграде, выходил такой альбом. В настоящее время эти графические листы, выпущенные в блокадном городе, стали настоящим раритетом. Среди художников-фронтовиков на выставке выделяется еще один автор. Все его работы в основном классическая живопись маслом на тему морских сражений. Это работа Евгения Горячева, который был юнгой. Он окончил Соловецкую школу юнг, служил с 15 лет на флоте балтийском, и тоже по впечатлениям очень много создал живописных и графических работ. Созданы они в основном все-таки практически в послевоенное время, то есть по впечатлениям на лодке было некогда. Стоит помнить, что труд художника, нацеленный на воспроизведение красоты, в боевых условиях становится сродни подвигу. Но в этом и залог правдивости, документальности этих произведений. Ведь художник, он служитель красоты, он служитель гуманистического начала. А здесь рядом смерть, кровь, грязь. Нужно победить себя и переначить себя именно в эту сторону, чтобы запечатлеть-то в конце концов. Ради этого делается художникам работа. И одновременно не потерять признаки позитива и надежды, и верить в то, что потом-то будет, в то светлое и радостное, которое красота-то нести должна. Яркие полотна, посвященные окончанию войны, логично дополняют эту экспозицию и несут праздничное настроение. Александр Руденко, Андрей Семиволков, РТВ, Иваново.